Ампельный эмпатиенс и цветок, посадка и уход. Эмпатиенс ампельный известен за счет красивых цветов. В народе его еще называют свисающим бальзамином. Это растение не требует сложного ухода, что делает его особо популярным у начинающих цветоводов. Описание. Побеги эмпатиенса ампельного могут достигать 50 сантиметров. Они активно ветвятся и придают растению шарообразную форму. При высоком уровне влажности на листьях появляются капельки воды, поэтому цветок еще называют ванькой мокрым. У некоторых сортов листья бордовые, у других – темно-зеленые, с зубчатыми краями. Обильно цветет все лето после цветения и появляются семенные коробочки. Среди сортов можно найти разный окрас цветков. Благодаря активной селекции было выведено множество сортов. У каждого из них свои особенности. Например, бархатистые виды имеют соцветия в виде розочек. Традиционная форма цветка – пятилепестковый колокольчик. Некоторые сорта имеют двойную окраску, что делает растение еще более красивым. Популярные виды. Дип-оранж – цветки ярко-оранжевые, листва темно-зеленые. Бургунди – соцветия насыщенного малинового оттенка. Сальмон – цветки лососевого цвета с красной сердцевиной. Ред-стар – соцветия белой с вишневой каймой. Важно! Ухаживать за эмпатиенсом ампельным несложно, важно соблюдать температурный режим и своевременно поливать растения. Посадка и уход. Выращивание цветка не является сложным, оно под силу даже начинающему цветоводу. Сажать растение можно как в горшки, так и в открытый грунт, но в последнем случае эмпатиенс будет однолетним растением. Бальзамин хорошо смотрится в уличных цветочных композициях. Есть небольшая хитрость, которая позволяет продлить срок жизни растения. В начале осени эмпатиенс выкапывают из открытого грунта и помещают в горшок. В помещении цветок хорошо зимует и весной его снова можно выносить на улицу. Эмпатиенс легко размножается черенками, поэтому всегда можно получить молодые экземпляры. Уход за молодым растением, биотехника выращивания любого цветка достаточно простая. Надо лишь создать нормальные условия содержания и поддерживать их на одном уровне. В таком случае удастся получить обильно цветущий бальзамин. Важно! Эмпатиенс легко переносит небольшие ошибки в содержании, но они не должны быть продолжительными. Бальзамины очень требовательны к грунту. Лучше использовать субстрат для ампельных сурфиней. Он будет легким и рыхлым. При высадке в открытую почву тоже нужно использовать специальную почву, так как садовая земля слишком тяжелая для корней эмпатиенса. Можно сделать смесь самостоятельно. Для нее берут в равном количестве вермикулит, листовую почву, песок и добавляют две части торфа. Некоторые цветоводы предпочитают выращивать бальзамины из семян. В таком случае семя высаживают в субстрат в середине апреля. Предварительно его на сутки замачивают в слабом розовом растворе марганца. Сеять семена нужно на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга, так ростки смогут полноценно развиваться. Сверху контейнер накрывают стеклом или целлофаном. Первые всходы появляются через 5 недель. Пикировку можно производить, когда на растении появится по 5-6 листочков. Общие рекомендации по уходу. Оптимальная температура – 25 градусов, допускается небольшое понижение или повышение. В зимний период показатели опускают до 15 градусов, не допуская сквозняков. Уровень влажности – в теплое время года достаточно опрыскивать растения раз в день. В период покоя это не нужно делать. Поливы – по мере необходимости, не давая почве долго пересыхать, особенно это важно в летнее время. Освещение – при ярком свете обильно цветет, но притяненная зона тоже подойдет. Подкормки – раз в две недели в период цветения. Лучше использовать универсальные средства для цветущих растений. В зимнее время удобрения не используется. Пересадка – в комнатных условиях раз в год в мае. Хорошие условия содержания обеспечивают обильное цветение импотинца. Для посадки лучше выбирать кашпо и вазоны объемом не больше двух литров. Если горшок будет слишком просторным, то корневая система начнет сильно расти и это приведет к развитию зеленой массы. При необходимости можно в начале июня прищипнуть побеги. Как правило, бальзамин прекрасно ветвится и без этой процедуры. Срезанные черенки используют для размножения. Достаточно поставить их в воду и ждать появления корешков, вредителей и болезни. Несмотря на неприхотливость свисающие бальзамины могут погибнуть. В большинстве случаев проблемы начинаются из-за неправильного ухода. Например, при чрезмерном поливе развивается грибковое заболевание серая гниль. При нем на листьях и стеблях появляются бурые пятна, постепенно пораженная область увеличивается. На начальном этапе заболевания нужно убирать все зараженные части и обрабатывать растения фунгицей дом. Изменение цвета листьев – признак неправильного содержания или болезней. При мозаике растение покрывается едва заметными рыжими пятнышками, которые постепенно захватывает стебли. Лечения нет, пораженные области нужно удалять и обрабатывать цветок фунгицей дом. При недостатке подкормок и очень жарком климате развивается бактериоз. На листьях появляются водянистые крапинки, которые быстро распространяются. Болезнь развивается стремительно и растение гибнет. Важно, в предупреждении развития болезней большую роль играет профилактика. Вредители появляются на ослабленных растениях. При недостаточном уровне влажности бальзамин может поражать паутинный клещик. Его легко обнаружить по характерной паутине на стеблях. Для обработки используют фунгициды. Тлю легко заметить визуально. Она выглядит как маленькое зеленое насекомое. Быстро размножается и выпивает все питательные соки из растения. Собирать тлю лучше ватной палочкой, после чего цветок опрыскивается мыльной водой. Ампельные импотиенсы. Существует множество сортов свисающих бальзаминов. Импотиенс ампельный, посадка и уход за которым несложный, подходит для декорирования террас, веранд, беседок. С его помощью можно создавать красивые и необычные композиции. Особенно хорошо они смотрятся в компании с пеларгонией. Highlight F1 Deep Orange. Сорт был специально выведен для выращивания в подвесных корзинах. Именно это сделало его особенно популярным среди цветоводов. Куст очень плотно растет и это позволяет добиться большого количества цветков. Уход за сортом Highlight F1 стандартный. Высаживать рассаду в открытый грунт можно в первые недели июня. Оранжево-красный окрас лепестков особенно ярко выделяется на фоне темной листвы. Акробат. Сорт выведен в нескольких вариантах, каждый имеет уникальный окрас цветков. Например, Виолет отличается насыщенными фиолетовыми лепестками, а Стар имеет розовые соцветия. Нежно-розовый окрас у сорта Акробат Салмон. При выборе вида стоит учитывать срок цветения, так как у некоторых он длинный, а у других короткий. Период цветения Акробата – с конца мая до октября. Уход стандартный, подходит как для открытого грунта, так и для вазонов. Важно, в домашних условиях бальзамины при правильной организации ухода достигают в диаметре 60 см. Такой цветущий шар будет выглядеть очень необычно. Эмпатиенсампельный, или свисающий бальзамин, отличается простым уходом и красивым цветением. Он эффектно смотрится и в квартире, и на садовом участке.